Коллеги, можно начинать. Я уже вступительное слово сказала, представила других коллег Ксению и Андрея. И сейчас как раз они расскажут нам о когнитивно-поведенческом коучинге, ориентированном на цели. Простите, что-то у меня сегодня не ладится с аббревиатурами. Ничего страшного, мы сами к ней не сразу привыкли. Как-то звучит очень хорошо, в лаконичной, в принципе, понятно. Отлично. Так, ну тогда можем пропустить еще раз знакомство и представление. И для начала, раз уж мы познакомились, вы немножко узнали о нас, коллеги, и было бы очень интересно понять, кто здесь сегодня вместе с нами на другом конце, так сказать, мониторов. И я попрошу вас в чат ответить на два простых вопроса. Да, кто вы, кем вы работаете и чем лично вам интересен коучинг. Чуть позже мы озвучим ваши ответы. И сегодня за 45 минут нашего выступления у нас предусмотрено два основных блока, где мы будем смотреть в чат, отвечать на ваши вопросы. Один из них будет в середине выступления и другой уже по итогам выступления. Поэтому, если возникают вопросы, пожалуйста, пишите, обязательно на них постараемся ответить. Но для начала давайте определимся с основными терминами. Здесь и далее, говоря слово коучинг, мы будем иметь в виду вид профессиональной деятельности по сопровождению человека в определении достижения своих целей с использованием знаний о мышлении и поведении. На что здесь важно обратить внимание? Прежде всего, на слово сопровождение. Ибо большую часть времени коуч находится в позиции сопровождающего мыслительного процесса клиента. И коучу совсем не нужно понимать ситуацию клиента, он лишь создает условия для продуктивного мышления. Второе, на что мы бы хотели обратить ваше внимание, это определение и достижение своих целей. Коучинг начинается там, где есть конкретная цель. Также нам важно слово «своих», потому что клиенту достаточно легко обозначить формальные цели, но очень нелегко обнаружить свои либо аутентичные. И, как показывает практика, на это иногда уходят до нескольких сессий. Ну и, наконец, третий момент с использованием знаний о мышлении и поведении. И источником этих знаний является коучинг. Итак, вопрос «Зачем психологам коучинг?» мы задавали неоднократно и хотели бы поделиться самыми распространенными ответами, которые получали на этот вопрос. Итак, на первом месте это расширение рабочего профиля. Здесь имеется в виду приток новых клиентов, которые приходят исключительно на коучинг, либо коучинг после терапии. Тоже есть такое интересное сочетание. Далее. Это полезные коучинговые приемы и инструменты, которые действующие психологи и психотерапевты могут применять уже непосредственно в своей терапевтической работе. Ну, наконец, удовольствие от работы в другой банальности. И вот здесь, наверное, есть смысл несколько пояснить, потому что в коучинге мы стараемся опираться на сильные стороны клиента, используем различные иммагинативные техники по визуализированию желаемого, приятного, яркого будущего. И таким образом вместе с клиентом проживаем вот эти позитивные эмоции. И это действительно очень вдохновляет. И, наконец, четвертая причина – это работа в бизнесе. И этот аспект мы бы хотели раскрыть сегодня чуть более подробно, так как коучинг как инструмент решения бизнес-задач остается достаточно востребованным в настоящее время. И, на наш взгляд, данная тенденция будет лишь развиваться в дальнейшем. Итак, каковы же современные тренды бизнес-коучинга в России? В 2021 году компания Хейс провела опрос примерно 350 российских компаний относительно их отношения и практического использования коучинга внутри этих компаний. Мы не будем сегодня рассматривать все исследования, лишь те результаты, которые относятся к нашей теме. Перед вами топ-5 запросов, с которыми, как правило, обращаются к коучу в бизнесе, причем как внешним коучингом, так и внутренним. На первом месте все еще остается, и по итогам этого года, я думаю, тоже сохранит лидерство – это повышение личной эффективности. Но что изменилось по сравнению с 2021 годом, вот эти подзапросы, либо субшкалы, назовем их так, стресс, баланс, выгорание, перешли с четвертого-пятого места на первое место, вместо тайм-менеджмента и эмоционального интеллекта. Второе место – это карьерные вопросы, это формирование развития личного бренда, ротация персонала, повышение по должности, либо понижение по должности, либо уход из компании. И карьерные коучи, как показывает практика, очень хорошо с этими запросами справляются. Коммуникация – пожалуй, такая классика всех запросов и в коучинге, и в бизнес-тренерстве. Здесь сейчас чаще возникает, конечно, запрос по регулированию конфликтов, но общение с руководителями, коллегами тоже остается немаловажным. Работа с командой. Здесь скорее мы говорим про командный коучинг, но и работа с базовыми управленческими навыками – это тоже такая наша классика. Единственное, вот она по результатам передвинулась уже на пятое место, хотя долгое время сохраняла первую тройку. Чаще всего закупкой коучинговых услуг в компании занимаются ИЧАРы, и давайте посмотрим на те критерии, которые влияют на их решение относительно выбора того-либо иного коучинга. Итак, первое, на что обращают внимание – наличие профессиональной сертификации. Почему это важно? Дело в том, что в России пока нет профессионального стандарта, регламентирующего деятельность коучей, но желание получить определенные гарантии к качеству подготовки специалиста у работодателей есть. Кроме того, как известно, коучинг возник в Европе и Америке намного раньше, чем в России, и, возможно, в связи в том числе и с этим у работодателей есть ожидание, что европейские ассоциации, обладая большим опытом, смогут подготовить профессиональных коучей лучше, чем наши соотечественники. По моему опыту, подбора и отбора коучей для руководителей бывает очень сильно по-разному. И на сегодняшний день, на мой взгляд, в России накоплено немало знаний, опыта, кейсов относительно того, как обучать коучей в соответствии с нашими особенностями ведения бизнеса, в соответствии с нашим менталитетом. И более того, пройдя обучение по коучингу у российских провайдеров, например, в нашей ассоциации вы получаете не просто сертификат, а документ государственного образца, например, удостоверение о повышении квалификации на базе психологического или медицинского образования. Второй критерий – это наличие образования в коучинге. И здесь в основном работодатель интересует два момента. Первый момент – это количество часов пройденного обучения, и чаще всего звучит цифра не менее 120 часов. Не знаю, откуда она появилась, но у всех она на слуху. У нас в ассоциации обучение длится около 160 часов. Второй момент касается практикующих психологов, если их приглашают в бизнес, так как потенциальные работодатели иногда волнуются относительно того, что психолог на сессии с их сотрудником вместо подвидом коучинга будет заниматься терапией. В принципе, это тоже очень часто полезно, но все-таки есть ожидание, что на сессии коучинга будут решаться бизнес-задачи. И вот наличие коучингового образования помогает эту тревогу и чаров несколько уменьшить. На нашем, например, курсе мы уделяем особое внимание разнице между консультированием, терапией и коучингом. Пристально следим за тем, чтобы наши учащиеся, в кавычках, не скатывались в другие модальности в процессе коуч-сессии. Ну и, наконец, опыт коучинговой деятельности. Здесь речь идет о так называемом налете часов. Но, опять же, на мой взгляд, количество, увы, не гарантирует качество. Более важно, каким образом и как часто начинающий, особенно коуч, анализирует и прорабатывает клиентские кейсы. Другими словами, насколько его практика проходит осознанно, с детальным разбором того, что получилось, что не получилось и каковы причины. Имеет ли коуч возможность обсуждать сложные ситуации со своими коллегами и супервизорами на постоянной основе? И, например, для поддержки наших учащихся и выпускников мы проводим специальные встречи, в рамках которой любой желающий может вынести свой кейс и получить по нему рекомендации и развернутую обратную связь. Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что коучинг – это востребованный вид профессиональной деятельности, требующий качественной профессиональной подготовки. Но давайте сейчас вернемся к чату и посмотрим на то, кто сегодня с нами и чем вам интересен коучинг. Андрей, скажи, пожалуйста, видно ли чат? Да, чат видно, и большинство ответов – это имеющееся знание в области психологии, КПТ, меньше людей, кто сказали о неком коучинговом образовании. То есть большинство – это все-таки специалисты уже в области психологии и непосредственно когнитивно-поведенческом подходе. Отлично. Есть ли у нас ответы по тому, чем нашим сегодняшним участникам интересно коучинг? Прежде всего, это, конечно, расширение инструментария, то есть это воспринимается как дополнительный инструмент в работе с клиентом и получение навыков, соответственно, использования этого инструмента. Отлично. Значит, попадаем в наш топ-4 самых популярных ответов. Это хорошо. Как мы уже сказали, если рассматривать коучинг как вид профессиональной деятельности, а именно такие ожидания есть у потенциальных работодателей, как мы увидели, то возникает закономерный вопрос. Как подготовить профессионального коуча за вот такое непродолжительное время, а именно за шесть месяцев. И мы бы, правда, могли бы часами рассказывать про методологию КПКЦ и методологию подготовки профессионалов в этой области, учитывая, что мы с Андреем защитили очень объемную магистрскую диссертацию на одноименную тему Высшей школе экономики. Но для нашего сегодняшнего мероприятия мы решили сосредоточиться на трех основных аспектах, которые, на наш взгляд, во многом способствуют формированию профессионального коуча за шесть именно месяцев, за непродолжительный такой период. Итак, начнем с первого. Прежде всего, это применение компетентностного подхода. При этом важно, чтобы как сами компетенции, так и их поведенческие маркеры были понятны не только их создателям, а такое часто бывает, но и в первую очередь учащимся. Кроме того, каждый потенциальный работодатель может ознакомиться с данным набором компетенций, которые было бы здорово, если были бы написаны простым, понятным языком, для того, чтобы у работодателя сформировалось представление о предполагаемом уровне профессиональной подготовки коуча, в нашем случае в когнитивно-поведенческом подходе. Итак, на наш взгляд, профессиональный коуч обладает следующими, хорошо бы, если бы обладал следующими компетенциями. Целенаправленность. Если очень кратко и очень просто, то это грамотное сопровождение клиента в определении достижения его целей. Коучинговые отношения. Это умение установить доверие и равноправные партнерские отношения с клиентом. Это умение осуществлять интервенции при согласии и готовности клиента. Это эффективная коммуникация, то есть умение проводить сессию в состоянии уверенности и открытости, проявлять интерес и терпение подчас к тому, что говорит клиент, слышать и говорить понятно, лаконично, используя слова клиента. Структура и динамика сессии. Здесь прежде всего мы говорим об умении проводить сессию структурно, чтобы клиенту было проще исследовать ситуацию и держать в фокусе внимания ранее озвученную цель. Осознание и направляемое открытие. Это умение создавать условия для эвристического исследования клиентам ситуации, не допускать интерпретации и оценки сказанного клиентом, обнаруживать и отражать клиенту те моменты, в которых есть некие противоречия или наоборот, взаимосвязи в информации и в достаточной степени сохранять на сессии атмосферу с одной стороны поддержки, с другой стороны небольшого вызова, чтобы клиенту точно было интересно. Оперонациализация. Умение перевести внимание клиента от общего описания ситуации к разбору конкретных ситуаций. Это также про умение сверяться с клиентом в понимании многозначных слов, метафор, понятий, устанавливать достаточно четкие критерии измерения прогресса в направлении к поставленной цели. Ну и, наконец, седьмая компетенция. Это когнитивная модель, концептуализация и когнитивно-поведенческие техники. Это как раз-таки про умение предоставить клиенту когнитивную модель, когнитивную карту понятным языком. Это умение своевременно и уместно предлагать клиенту когнитивно-поведенческие техники. Важно отметить, что с данными компетенциями учащиеся нашего курса знакомятся в самом начале обучения. И я думаю, что не только для нашего курса это актуально, но и для любого другого, который, например, вы выбираете для себя либо для своих родных и близких, если этот курс направлен на формирование практических умений. И прежде чем выйти на итоговую супервизию, у нас учащиеся проходят три учебных супервизии, по итогам которых совместно с преподавателем мы видим определенную динамику развития по каждой компетенции. И таким образом есть прекрасная возможность сконцентрировать внимание на развитии тех компетенций, которые действительно в этом нуждаются. И в этом заключается определенная гибкость программы. Благо небольшой состав групп позволяет это точно реализовать. Ниже на слайде в правом нижнем углу есть QR-код и ссылка на страницу сайта, где вы можете с этими компетенциями ознакомиться более подробно в случае, если вам это показалось интересным. Итак, чтобы сформировать семь вышеперечисленных компетенций за шесть месяцев, мы создали курс в соответствии с принципом полного опыта обучения. Это вторая особенность, о которой дальше пойдет речь. Что это такое? Дело в том, что многие методисты, многие спикеры, а также учащиеся полагают, что обучение – это некое разовое мероприятие в виде тренинга, семинара, вебинара. И человек, который прошел вот такое несколькочасовое обучение, после него может прекрасно начать делать то, чего ему учили. К большому сожалению, это когнитивное искажение или, попросту говоря, миф. Потому что качественное обучение – это не разовое мероприятие, это грамотно выстроенный процесс. Ведь с точки зрения той же самой нейрофизиологии нужно определенное время и количество повторений, чтобы в мозгу образовались и закрепились новые нейронные связи. Кроме того, когда создается программа, необходимо также учитывать тот факт, что люди учатся постоянно. И заходя на обучающий курс, студенты с первых минут начинают обучаться на том, как программа разработана, как проходит организация, как другие участники реагируют на программу и что говорят о ней, как ведут себя преподаватели. Из чего же складывается полный опыт обучения? Итак, все начинается с подготовки учащихся к основному обучению. Как правило, это самостоятельная теоретическая подготовка, которая помогает в значительной степени сэкономить время на самом обучении и потратить его больше на практическую отработку полученных знаний. Следующий шаг – это непосредственно само обучение. Далее, после обучения, шаг номер три – это перенос знаний на реальную практику, где учащиеся пробуют, как поняли, как умеют применять все то, чему их научили, и они научились. Далее – это углубление полученных знаний в случае необходимости по тем темам, которые в данный момент актуальны для учащихся. И, наконец, пятый шаг – это оценка достигнутых результатов. И вот здесь могут быть очень разные инструменты. Это и саморефлексия, это и обратная связь от своих же коллег, от преподавателей, от клиентов, например. И вот этот шаг, шаг достижения, его очень часто пропускают, но он архиважный, ведь именно обратная связь нам помогает эффективно корректировать свое поведение и, самое главное, поддерживать мотивацию к продолжению учебы. И каждая фаза вносит свой вклад в то, как участники отвечают на два основных вопроса. Могу ли я то, чему меня обучают, делать? И буду ли я? Либо по-другому хочу ли я это делать? А, следовательно, ответы на эти два вопроса напрямую влияют на эффективность программы обучения и достижения нового, более высокого уровня профессионализма. Давайте посмотрим на конкретном примере курса КПК-Ц, как реализуется полный опыт обучения. Но начнем мы, чуть отойдем в сторону, для того, чтобы это лучше понять. Итак, курс КПК-Ц представляет собой модульную систему. Модульная или блочная система обучения – это современный подход в обучении, при котором в блоке или модуле изучается несколько взаимосвязанных тем. В нашем случае будет четыре. Четыре модуля, четыре темы в каждом. Считается, что это позволяет изучать программу более полно и гибко, потому что, во-первых, у студента есть большая свобода и самостоятельность в усвоении учебного материала, так как он обеспечивается различными инструкциями и дидактическим материалом о том, как это делать лучше. Во-вторых, функция преподавателя смещается с лекционной на консультационную, и у студента появляется возможность очень активно обсуждать то, что он изучил, и с преподавателем, и с группой. В-третьих, в конце каждого модуля есть так называемые промежуточные точки контроля в виде итоговых тестов, супервизий и так далее. Этот контроль важен как для студента, так и для преподавателей, потому что в этом случае появляется возможность отслеживать динамику обучения студента, видеть, на чём есть смысл больше сосредоточить внимание, что касается самого студента. Ну или если преподаватель видит, что у всех студентов с какой-то одной определённой компетенцией что-то не лазится, это повод задуматься о пересмотре программ. В-четвёртых, какой есть плюс от модульной системы? Происходит более лёгкое освоение всего предмета путём пошагового изучения. Это как в компьютерных играх. Начинаем с более лёгкого уровня и доходим до самого главного, не знаю, короля, дракона и так далее. Ну и в-пятых, модульная технология обучения предполагает подготовку студента в среде максимально приближённой к реальной, к реальной рабочей ситуации. И это позволяет уменьшить, а иногда и исключить адаптацию специалиста к конкретному виду деятельности. В нашем случае каждый модуль длится 5 недель, и что самое, на мой взгляд, такое приятное. Мы исходим из того принципа, что если мы хорошо и упорно поработали, то нужно также хорошо и со вкусом отдохнуть. Поэтому после каждого модуля есть двухнедельные каникулы. Ведь наша цель – подготовить профессионального коуча, а не замученного коуча. Итак, сейчас мы как раз увидим, как реализуется полный опыт обучения. Четыре модуля, и в каждом модуле есть четыре темы. Посмотрим, из чего состоит этот модуль. Первая неделя и первая тема. И начинаем мы с самостоятельной теоретической подготовки в системе дистанционного обучения или СДО. Она включает в себя текст, видеоролик и тесты для самопроверки. Таким образом, если у учащихся остаются вопросы по итогам изучения материала, они их могут записать и задать преподавателю на семинаре. Большая часть теории вынесена в самоподготовку. Далее. Само обучение проходит в виде еженедельных семинаров на платформе Zoom с, в нашем случае, использованием инструментов мира. Это очень интересные инструменты, визуальные фасилитации, которые помогают и в процессе обучения нашим учащимся, и они могут их дальше взять в практику, работая со своими клиентами. Это очень интересно получается. Итак, 70% времени семинара посвящено практике в виде ролевых игр, демо-сессий и дискуссий. И по итогам каждого семинара учащийся получает небольшое, вот здесь я делаю акцент на небольшое слово, домашнее задание для отработки полученных знаний на практике. Эту практику в нашем случае мы помогаем учащимся организовать. То есть они организуются в тройке и отрабатывают вот это домашнее задание друг на друга в три стороны. Есть еще вариант. Например, если учащиеся хотят попробовать применить полученные знания в реальной практике с реальными клиентами. Это обсуждается, согласуется с преподавателем и вырабатывается такой индивидуальный план по тому, как это сделать лучше. По итогам вот этой межсеминарной практики заполняются саморефлексивники, то есть я сам себя оцениваю, заполняются опросники моих коллег о том, как им было со мной в роли коуча. И на следующем семинаре это обсуждается с преподавателем, есть возможность получить и от него обратную связь. И, наконец, последний шаг – это, как мы уже говорили, дополнительные материалы, которые выкладываются также в системе СДО в виде книг, в виде статей по изучаемой теме. Эти материалы студенты могут использовать в зависимости от текущих задач и приоритетов. Так происходит работа на протяжении четырех недель, и каждый модуль завершается защитой проекта или супервизией учебной, либо итоговой, если мы говорим про последний модуль, и написанием итогового теста, который складывается из вопросов, с которыми учащиеся уже знакомы в системе СДО. Ну и в конце выдается сертификат о прохождении каждого модуля. Итак, мы проговорили про две из трех основных особенностей системы подготовки профессиональных коучей. И остался третий важный аспект – это содержание. Андрей, я тогда тебе передаю слово. Спасибо, Ксения. Итак, сейчас вы услышали про то, как проходит обучение на курсе когнитивно-поведенческого коучинга, ориентированного на цели. Этот курс начнется с первого модуля уже в ближайшее время, но можно присоединиться к нему и с первого модуля, и со второго модуля, если у вас уже есть хорошие знания в области психологии и когнитивно-поведенческого подхода. Первый модуль у нас начнется 8 сентября, второй модуль начнется 20 октября. Значит, мы вот рассказывая про то, как проходит обучение, в принципе, хотели показать, что обучение коучингу – это некое такое погружение. То есть для коучинга недостаточно просто прочитать книги, что-то изучить. Для коучинга очень важна практическая составляющая, и поэтому определяющее значение имеет именно практика и погружение в эту практику. Но, конечно же, практика невозможна без теории. Как говорил Суворов, теория без практики мертва, а практика без теории слепа. Поэтому, конечно же, все начинается с теории, но теория вынесена за семинарский формат, чтобы с ней было легко и гибко ознакомливаться. А вот семинары и прочие элементы обучения, они уже практикоориентированы. И благодаря вот такой вот направленности и сфокусированности на практику происходит на протяжении всех этих шести месяцев погружение, которое здесь изображено в виде такой спирали. Но это скорее не погружение, а восхождение по этой спирали, когда, начиная с нижнего уровня и поднимаясь на более высокий уровень, вы овладеваете практически тем же содержанием, то есть теорией, но уже на более глубоком, осознанном таком уровне и используется теория уже в более профессиональном формате, в навыках, которые уже переходят в умения и компетенции. И в целом это компетентностный подход обучения, опять же, потому что очень важна практика. Практика дает навыки, формирует навыки, а далее формируется умение и далее формируется компетенция, как комбинация навыков, комбинация умений, но в том числе и опыта, уже полученного опыта, непосредственного работа в коучинге. И, конечно же, значимый компонент компетенции остается знанием. И таким образом модуль первый – это психология коучинга, то есть на этом модуле происходит знакомство вообще, что такое коучинг, что это за вид деятельности, чем он отличается от других видов помогающих практик. И здесь вы знакомитесь с общими требованиями коучингу. На втором модуле происходит уже знакомство с коучинговой деятельностью в структурированном виде, когда вы видите этапы, как строится сессия, как строится несколько сессий. Вы видите, как содержание используется на этих этапах, в этой структуре. И таким образом знакомитесь уже с компетенциями на более высоком, осознанном, осмысленном уровне. Третий модуль – это знакомство непосредственно с когнитивно-поведенческим подходом в коучинге. И это уже формирование более эффективных таких навыков, более точных навыков в когнитивно-поведенческом подходе. И уже работа с конкретной компетенцией, с первой компетенцией, компетенции, ориентация на цели, которая является с нашей точки зрения, с позиции методологии КПК-Ц, ключевой, по сути, компетенции. Соответственно, вы учитесь работать уже с клиентами, ориентируясь на эту компетенцию и на конкретные поведенческие маркеры. То есть смогли вы проявить эти маркеры и на каком уровне они были проявлены. И четвертый модуль, он такой завершающий модуль, он, по сути, готовит к супервизии, то есть такой полноценной сессии, которая оценивается, и вы получаете бальную оценку и понимаете, насколько вы овладели этой методологией и в целом коучингом. То есть вы уже знаете, как происходит эта оценка, можете себя оценивать самостоятельно, да, свои сессии просматривать и такую самостоятельную супервизию осуществлять. И дальше вот в этом модуле происходит, по сути, совершенствование уже вот всех компетенций в комплексе. Вот таким образом, таким образом, по завершении курса вы выходите не просто с каким-то багажом знаний, которые вот у вас много-много-много, как в чемоданчике этих знаний, а вы выходите с умением пользоваться этим багажом знаний и понимать, в какой момент, какой инструмент, как разворачивать не только на сессии вот эту структуру работы, но и в нескольких сессиях. И в стратегическом плане, если это длительный такой коучинг, многомесячный или даже в течение года, то вы в состоянии выстроить стратегический план в соответствии с таким вот очень, может быть, значимым запросом, значимой задачей, которую не так просто достичь клиенту. Далее мы обратимся к содержательной стороне. То есть компетенция — это, в общем-то, не только что, но и как. И в значительной степени все-таки как осуществлять коучинг. Но содержание тоже имеет большое значение. И вот содержательная сторона, она... То в тех вариантах коучинга, с которыми я знаком, она вот скорее в таком эклектичном формате представляется. То есть действительно коучинг использует все, что помогает, что работает, условно говоря. И за счет этого коучинг в целом как деятельность очень интегративен. То есть он вот использует разные инструменты, из разных подходов, разные методы. И вот это вот разнообразное содержание, в нем есть некий момент, касающийся системности. То есть знаниями удобно пользоваться, когда оно изложено системно, когда есть некая системность. Поэтому вот к вопросу об интегративности, эклектичности, что если эклектичность — это просто сочетание элементов, и человек использует, допустим, какую-то технику в тот момент, когда ему кажется, она больше, лучше поможет клиенту в этот момент, с каким-то вопросом в каком-то контексте. И, соответственно, использует из разных-разных-разных подходов, разные-разные-разные техники. Но эффективность все-таки повышается, когда это использование происходит в системном виде. И вот интегративность означает то, что вот эти элементы, они пронизаны каким-то стержневым элементом, и имеют какую-то структуру, и в этой структуре удобнее ориентироваться. И тогда эффективность действительно работы не только коуча, но и психотерапевта повышается. Вот поэтому коучинг интегративен, но содержательная сторона, она все-таки должна с нашей точки зрения обладать некой системностью. То есть это должно быть системное содержание. Даже если оно использует разные техники, разные методы из разных подходов, они должны быть уложены в какую-то систему. Во всяком случае, слово «должны» может не стоит употреблять, но лучше, да, если они обладают какой-то системностью, тогда с этим проще просто работать, и больше эффект достигается в результате. И поэтому определение мы исходим из того, что наша система коучинга КПК-Ц, методология строится, по сути, на вот этом достаточно простом определении. То есть это ориентация на цели, и вот это и есть тот самый стержневой элемент, который позволяет и дифференцировать коучинговую деятельность от других видов деятельности, и держать фокус, да, и системно работать с клиентом, когда ставится определенная цель. И, конечно, цель, то у цели тоже есть некое определение, такое рабочее, операциональное, с которым вы можете познакомиться, прочитав нашу статью о сборнике АКПП съезда этого года, ну и в наших вебинарах. И содержательная сторона — это знания о мышлении и поведении. Далее. Итак, вот так мы представили те знания, которые использованы для методологии КПК-Ц. И видите, эти знания, они строятся вокруг, во-первых, центральной идеи — это цели, процессов цели, цели определения и цели достижения, и при этом распадаются на три таких составляющих основных. То есть это, во-первых, деятельность, да, значит, деятельность по сопровождению. Специалист-коуч сопровождает клиента, и это очень важно, чтобы и клиенту понять, чем отличается эта деятельность от других видов, и коучу четко понимать, чем эта деятельность отличается от других видов, и придерживаться этого. И вот эта часть, содержательная по сопровождению, она очень хорошо описана в психологии коучинга. Это такое целое направление и непосредственно в гуманистическом подходе. Вот это вот ключевая содержательная составляющая всего коучинга, и при этом, я бы сказал, любых психологических даже направлений коучинга, каким бы коучинг ни был, в основу коучинговой деятельности все-таки с нашей точки зрения, по нашему опыту уже очень обширному, заложен именно гуманистический подход. И в частности, позитивная психология. Очень много инструментов используется из, конечно же, позитивной психологии. Это психолингвистика, ну, как и в любой речевой деятельности, имеет большое значение. И, конечно же, краткосрочная терапия, ориентированная на решение. Андрей, извини, пожалуйста, у нас остается пять минут. Да, вот тут коллеги говорят. Да, хорошо. Тогда... Немножко осталось времени, возможно, на вопросы, если есть и участников. Тогда перейдем к следующей части. Это определение достижения своих целей. И здесь мы говорим об знаниях из такого направления научного, как эвристика. Оно тоже распадается на несколько составляющих. Это концептуальное мышление. Это формирование условий для эвристических решений. И система мышления 1.2 по Канимону и Тверски, эвристики принятия решений. И, конечно же, фасилитация. Это и конструктивизм, и деятельственный подход. Но в целом это формирование условий для самоорганизации системы. Под системой мы понимаем, конечно же, клиента. И формирование условий для развития навыков саморегуляции. И вот эти вот части эвристика и фасилитация, они очень выражены именно в коучинговой модальности. И это их в значительной степени с содержательной точки зрения отличает от психотерапии, психологического консультирования. Ну и третья часть – это когнитивно-поведенческий подход. Конечно же, знания о мышлении во всех этих частях используются, но здесь используются уже знания, которые позволяют работать с некими психологическими затруднениями клиентов, с некими сложностями-барьерами, которые не позволяют клиенту достичь своих целей и определить их. И здесь, конечно же, все базируется на теории восприятия и обработке информации, но и на знаниях из когнитивной, поведенческой психологии, конечно же, концептуализации сильных сторон, и также используется много элементов, понятий из третьей волны КПТ. Далее. Поэтому, конечно же, коучинг – это прежде всего процесс, поэтому мало знать содержание. Надо не просто, да, знать это содержание, но и научиться осуществлять эту деятельность. Но более того, нужны скорее какие-то внутренние изменения, которые в процессе коучингового обучения, погружения в коучинг, я предполагаю, что происходит с каждым. То есть мы внутрь принимаем вот это знание, интерьеризируем, и то, что называется, приобретаем некое коучинговое мышление, на самом деле это не коучинговое мышление, а это в целом какие-то изменения происходят в том числе и с нашим мышлением в процессе обучения. Поэтому практика-ориентированность выражена в виде выводов принципов и правил, которые следуют после каждого теоретического блока, и поэтому этими знаниями легче пользоваться. Это удобство использования, что это знание организовано в виде алгоритмов, схем, протоколов. Это та системность и целостность, которая позволяет естественным образом интегрировать достаточно разные элементы из разных подходов. Но при этом есть ведущий подход, и это, конечно же, когнитивно-поведенческий подход. И есть карта знаний, когда вы можете до бесконечности углублять, расширять свои знания, но уже по понятным траекториям, по понятной карте это происходит гораздо легче. Далее. И таким образом еще раз сообщаем о том, что 8 сентября начинается первый модуль. Это модуль, который посвящен психологии коучинга. Если есть уже образование психологического, знакомое с когнитивно-поведенческим подходом, то можно, конечно, начать обучение со второго модуля, но мы очень рекомендуем все-таки посетить этот модуль, потому что там эти знания изложены в системном виде. Именно те знания, которые нужны для коучинга. Этими знаниями будет вам очень удобно пользоваться при изучении овладения коучингом на последующих модулях. Второй модуль, 2-го, 20-го октября, извиняюсь. И вы дальше можете познакомиться глубже с методологией когнитивно-поведенческого коучинга и непосредственно с этим направлением КПК, ориентированным на цели. С этой методологией, прочитав статью в сборнике, она доступна. Также можете обратиться к YouTube-каналу АКПП, где уже достаточно много роликов, видео. Есть плейлист коучинг. Там сосредоточены эти видео. И, пожалуйста, присоединяйтесь к группе Telegram. Это секция коучинга АКПП. Можете сфотографировать QR-код или пройти по ссылке коучинг ACBP. Это по-английски название ассоциации АКПП. Спасибо. Спасибо большое. Таким образом, коллеги, мы с вами посмотрели на три особенности подготовки профессиональных коучей, которые заключаются в компетентностном подходе, в создании полного опыта обучения и в создании уникального содержания. Так как мы обещали ответить на вопросы, я думаю, у нас будет же такая возможность сделать теперь это в чате. Мы обязательно их посмотрим и вынесем все туда. Но и от себя благодарим вас за внимание и желаем приятных выходных. Спасибо. Хороших выходных. Спасибо. Спасибо за ваш вопрос, комментарий. До свидания. Спасибо большое, коллеги, за интересный практикоориентированный доклад. Теперь, мне кажется, многим станет яснее, с чего начинать, как проходит обучение. Это немаловажно понимать, представлять всю структуру того, что меня ждет в процессе освоения какого-то нового знания, новой профессии, нового направления. Спасибо.